В рамках телепроекта творческая мастерская сегодня мы проводим мастер-класс вместе с поваром Хинкальной и до сюда готовить мы будем знаменитые грузинское блюдо пхали со шпинатом. Здравствуйте, Ия. Здравствуйте. Итак, что нам понадобится для приготовления бхали из шпината? Для приготовления бхали из шпината нам надо первый шпинат. Итак, мы берем свежий шпинат. Что мы с ним делаем? Отварим. Мы его сначала отвариваем. Примерно вот сколько минут в кипящей воде? Три-четыре минут. То есть очень быстро. Прямо буквально опускаем в кипящую воду, пару минут достаем. Все, шпинат готов. Дальше мы его как измельчаем? Ну, это мощно этот порезать мелко-мелко или мощно мясорубку. Ну, то есть, в общем, или через мясорубку, или через блендер. Кто хочет, нет, блендер нельзя. То есть либо мясорубка, либо мелко нарезаем отваренный шпинат. Дальше. Сколько у нас здесь примерно шпината? Здесь у нас есть 500 грамм шпината. 500 грамм шпината. Дальше мы добавляем грецкий орех. Сколько? Примерно на полкилограмма. Три ложки грецкого ореха на полкилограмма шпината. Еще, да? То есть граммы побольше надо. Ну, грецкий орех, я хочу сказать, что пхали не испортит. Нет. То есть можно больше, да? То есть можно варьировать. Добавляем петрушку. Добавляем петрушку. Петрушку. Петрушки сколько на этот объем? Петрушки 3-4 ложку. Давайте. Этот вкус дает очень хороший. Вот так. Петрушку. Кинза. Так же? Да. Чуть больше. Чуть-чуть больше. Да. Чуть-чуть больше. С горочкой. И вот еще чуть-чуть. Да. Молодец. Укроп. Пожалуйста. Укроп сколько? Укроп 3. Хватит очень 3. Да. Ну, то есть примерно добавляем по 3-4 ложки измельченной петрушки и кинзы и 3 чайных ложки измельченного укропа. Дальше. Добавляем перец с ручкой. Можно и зеленый добавлять, можно и красный. Достаточно ложечки. Это много будет. Это будет горки. Это будет очень острый. Потому что очень просто. Чуть-чуть. На большие ложечки. Да, да, хватит. Вот прям немножечко для вкуса. Дальше. Чесно. Так, на пол, да? Добавляем чуть-чуть. Добавляю еще. Еще? Да. Вот, все. Хватит. Угу. Итак, дальше что мы добавляем? Мелисинели и... Сколько? Один хороший ложка. Вот этот полный. Ну, так. Да. Чуть-чуть. Угу. Соль? Сол. Ложку? Да. Еще? Чуть-чуть. Все. Хватит. И самое главное, что я добавляю, это очень мало надо кондари. Ужинский вот такой кондари. Досадочный? Еще чуть-чуть добавляю. Хороший вкус отдаю. Давайте. Угу. Сейчас перемещаем. Так, и теперь мы все это перемешиваем. Да. То есть, такой замешиваем фарш из шпината. Сейчас посмотрим. Надо еще добавить, им нету крецкий орех. Вот чуть-чуть добавляем еще. Ну, можно, наверное, да. Вот. Сейчас чуть-чуть побольше. Я напоминаю, что мы сегодня делаем пхали из шпината. К шпинату мы добавили петрушку, кинзу, укроп. Все это предварительно мы измельчили. Добавили немного красного острого перца, грузинских специй, соли. Еще или достаточно грецкого ореха? Нет, нет, нет. Достаточно уже, не надо больше. Потому что потом, Господи, только орех, и шпинат пропадет. Достаточно? Да. Вот наш пхали еще готово. Практически наш пхали готово. Теперь осталось их сформировать. Берем тарелочку. Да. Украшаем. Ну, каждый может дома это сделать по-своему. Но мы с вами подпочитаем, да. Можно вести шпинату, можно взять базилик. Кто как любит. И формируем. Да, как хотите. Да и так тоже можно, и так тоже можно. То есть, мы не шарики. Да. Сегодня мы такие колбаски делаем. Котлетки. Только не приплюснутые. Без мяса. Без мяса. Вегетарианские котлетки у нас. Очень полезный. Потому что всем известно, что шпинат очень полезен. И вся зелень очень полезна, безусловно. Поэтому это блюдо должна взять на вооружение любая хозяйка и обязательно кормить свою семью. И очень вкусно еще. И очень вкусно. Можно это, кстати, делать не часто, но на какие-то праздничные мероприятия вполне возможно. И так, последний штрих. Гранат. Гранат. Конечно же. Мы уже говорили в наших прошлых программах, что какая же Грузия без граната. И какая же грузинская кухня без граната. Куда мы добавляем его? Ну, как хотите. Вот так. Хотите, нарисуйте что-то. Хотите, просто положите. Вот так. Цветочек. И из чего еще можно приготовить пхали? Пхали можно приготовить еще вот листья свекла. Очень вкусные получаете. Только листья. Вот как шпинат. Но их также нужно отваривать 3-4 минуты. Также кипячей воде, измельчать. И, в общем-то, все остальные. Ну, по сути, получается, что из любого овоща, из любых листьев, но при этом добавив определенные ингредиенты, можно приготовить пхали. Можно, да, кулачей. То есть можно фантазировать, можно экспериментировать, можно пробовать. Ну, какой фантазия, да, это. Вот. Но все-таки традиционные грузинские пхали – это из свеклы, из листьев свеклы и из шпината. Ну что, как красиво. Наши пхали готовы. И на это у нас ушло совсем немного времени. Такой порции пхали нам понадобился шпинат. Предварительно мы его отварили в кипящей воде 3-4 минуты, измельчили. Добавили к нему измельченный укроп, петрушку, кинзу, немного красного острого перца, грузинские специи, чеснок, соль. И, безусловно, не обошлось и без измельченного грецкого ореха. Украсили, конечно же, гранатом. Да, я очень старалась. Поэтому наши пхали готовы. Приятного аппетита! Угощайтесь! Субтитры подогнал «Симон»!